Сейчас у нас есть возможность обсудить то, что происходит в Украинском Харькове, Харьковской области, обсудить аспекты, которые, безусловно, задели за живое всю Украину, да что там говорить, весь цивилизованный мир, то, что происходит на границе Харьковской области. Все это мы сейчас будем обсуждать с Натальей Поповой, советником председателя Харьковского облсовета. Наталья, здравствуйте, как всегда, рада вас видеть. Вечер добрый. Добрый вечер. Давайте сейчас вот оттолкнемся немного от сюжета, поговорим о том, что происходит в российском приграничном городе Шебекино. Там, насколько информация, сегодня целый день происходят бои, такая противоречивая очень информация. Хочется узнать, возможно, у вас есть своя информация относительно того, что же там происходит. То, что там происходит, единственное, что можно сказать, это мы приветствуем. Это граждане России, которые объединились в легионы, в еще одну группу. И они сейчас пытаются создать определенную зону, отвести, можно так сказать, линию фронта от Харьковской области. Потому что именно с Белгородской области, в том числе, массово, каждый день, там, более 10-20 населенных пунктов в Харьковской области, российская армия обстреливает. Она обстреливает из артиллерии, она обстреливает из минометов. И поэтому, если там станет поспокойнее, станет поменьше техники, мы можем только это приветствовать. Но пока мы можем об этом только мечтать, российские военные, если их можно так называть, продолжают обстрелы Харьковской области. Вот сегодня стало известно, что сегодня днем они нанесли удары по промышленному объекту в индустриальном районе Харькова. Днем было сообщение о том, что из-под завалов спасли женщину. Какая информация есть у вас сейчас об этой трагедии? Есть ли пострадавшие и какие последствия этого удара? Да, они нанесли удары по индустриальному району. На днем из-под завалов достали женщину. К счастью, она не получила каких-то тяжелых ранений. У нее была острая реакция на стресс, поэтому помощь ей оказали на месте. Также уже чуть позже стало известно, что еще один мужчина получил ссадины. Ему также помощь оказали на месте, поэтому, к счастью, у нас без погибших и тяжелых пострадавших. Это был ракетный удар, предварительно из комплексов С-300, из которых наносят удары регулярно по Харьковской области, из Белгорода. И удар был достаточно циничный. Они, видимо, надели, что сотрудники промышленного предприятия находятся на работе, либо прохожие пострадают, потому что нанесено было ближе к двум часам дня. Наталья, хотелось бы еще обговорить вот какой аспект. Насколько мы знаем, только за прошлую неделю в Харьковской области спасатели героически ликвидировали 14 пожаров, которые были вызваны вражескими обстрелами. Какая ситуация, во-первых, сейчас? И усилились ли обстрелы и, соответственно, те самые возгорания? И как справляются с последствиями работники ГСЧС? Ну, я хочу сначала отвечать все-таки с сотрудников ГСЧС. Потому что в нашем регионе это абсолютные герои, которые, как начинали работать, к сожалению, активно, 24 февраля 2022 года, работая под обстрелами и рискуя своей собственной жизнью, так и продолжают делать все возможное, чтобы избежать каких-то трагедий среди гражданского населения. Мы наблюдаем, что количество обстрелов на Купенском направлении увеличилось. Это можно видеть из того, что у нас есть сейчас дни в неделю, когда более 20 населенных пунктов обстреливаются. Возгорание происходит и в частных домах, на территории каких-то сараев, гаражей. Чаще всего страдает частный сектор, либо разрушают частично многоэтажные дома. Они страдают. ГСЧС прибывает практически моментально, работают все структурные подразделения во всех громадах. Поэтому тяжело, да, но, к сожалению, знаете, к этому состоянию, к тяжелому, можно привыкнуть. И они наши герои. Наталья, мы слышим, что у вас раздаются сигналы воздушной тревоги прямо в этот момент. Я хочу поинтересоваться, находитесь ли вы в безопасном достаточно месте и можете ли продолжать этот разговор с нами. Если нет, мы, конечно же, будем только за то, чтобы вы последовали в место, где вы будете чувствовать себя в безопасности. Безопасность в Харькове это относительно. Все относительно. Ну, если вы согласны, то тогда следующий вопрос. Сегодняшняя утренняя трагедия в Киеве снова подняла вопрос, оголила вопрос доступа гражданского населения к бомбоубежищам. Как в Харькове контролируется беспрепятственный доступ граждан к бомбоубежищам? И бывают ли проблемы, подобные тем, которые мы сегодня наблюдали в Киеве утром? Давайте так. Я лично не сталкивалась и даже в публичной плоскости, потому что очень часто журналисты там или просто жители нашего региона через публичную плоскость позволяют найти такие проблемы. Я с этим не сталкивалась, я не видела. Я точно знаю, что с первых дней войны, когда часть населения спустилась в метрополитен, а часть в подвал их своих домов, были сбиты все замки, по возможности там привели в порядок то, что можно там использовать как укрытие, и были перепроверены все укрытия, которые являются бомбоубежищем официальным. К сожалению, наша страна, любая страна к масштабам такой войны, я думаю, вряд ли могла быть готова, потому что там в определенные моменты мне напоминают степень обстрелов, только жизнь в Израиле. Поэтому бомбоубежища надо достраивать. Созданы у нас безопасные остановки, это определенные такие конструкции бетонные по возможности в жилмассивах. Поэтому беспрепятственно попадать в укрытие у нас в регионе можно, но со временем, в том числе и в школах, будут созданы дополнительные бомбоубежища. Вот, например, у нас вчера открыли первое, это не бомбоубежище, но первое безопасное локацию, на которой могут детки проводить свои мероприятия. То есть это наподобие бомбоубежища, где дети могут находиться и проводить свои мероприятия. То есть наш город, он подстраивается к запросам сегодняшнего дня. Наталья, все мы знаем, какой кровавый террор устроила Российская Федерация в этот Международный день защиты детей. И вот Харьковская областная прокуратура сообщила ужасающую статистику, которую принесла в Харьковскую область страна-террорист. Итак, за время полномасштабного вторжения, сейчас внимание всех, кто нас смотрит, Российская Федерация убила на Харьковщине 76 детей. Еще 223 ребенка получили ранения. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас помощь оказывается пострадавшим от войны детям, ну и семьям, конечно, их именно на Харьковщине? Смотрите, во-первых, что касается деток, которые там получили тяжелые ранения, достаточно большое количество детей поехали на реабилитацию и на долечивание в Европу благодаря нашим партнерам и поддержке стран-партнеров и больницам, которые приняли наших детей. Что касается в целом помощи, у нас, как и работала эта довоенная программа, она смежная между областным советом и ныне военно-гражданской администрацией. Это работает комиссия депутатская по оказанию материальной помощи семьям, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, и они могут получить определенные финансовые выплаты, порядка до 20-25 тысяч, примерно так. Это в случае, если касается какого-то дополнительного лечения, либо, в принципе, семьям что-то нужно, но это не только, которые пострадали от обстрелов, от террора российского. Плюс у нас сейчас областной совет формирует списки деток, определяющих сейчас возрастную группу и категорию деток, которые поедут на оздоровление в санатории, в том числе и в Европу. Сегодня группа детей, уже одна из детей, по данной военной администрации, выехала на территорию Европы при поддержке Елены Зеленской, первой леди нашей страны. То есть оказываем любую возможную помощь, любые программы, потому что в условиях войны сложно, знаете, направить все желаемые ресурсы на то, как мы хотим помочь, но в меру того, что мы можем, реализуем все программы, в том числе и при поддержке первой леди. Сложно, но делать это нужно и делается вам немало. Спасибо вам огромное и за вашу работу, и за этот разговор. Берегите себя. Держитесь. Это пожелание всем харьковщанам. Спасибо огромное за то, что вышли на связь, да еще и во время воздушной тревоги. Наталья Попова, советник председателя Харьковского облсовета, присоединялась к нашему эфиру. Продолжение следует...